Доктор, первое вопрос, которое я задаю очень часто, для чего складники еще не подают на продуктах? Прецизийно не подают? Прецизийно, так, докладно, миллиграми, какие витамины, какие витамины. Здравствуйте. Здравствуйте. Не знаю, лучше сказать доброе утро или здравствуйте. Все равно. Я буду говорить по-польски, лучше говорить прецизийно. Так на правде не подаем складу полного, потому что это не требуется правом. На самом деле полного состава мы не даем в первую очередь, потому что нет обязательства юридического, правого. Наш продукт на тиле оригинальный и инновационный в своей формуле и содержит все необходимые составы на уровне, даже не отзывном человеку, что если бы мы в одном моменте подавали также нашим know-how, то большинство наших конкурентов надеясь бы приняла возможности продукции того, что мы производим. Наш продукт настолько инновационный и оригинальный, что если бы мы действительно подавали как бы полную картину всех продуктов, всех компонентов, которые там находятся, это сразу бы провоцировало конкурентов как бы копировать продукты. Мне не удивляет то, что часто пытаемся о уровне витамин или микроэлементов. Меня не удивляет то, что люди часто задают вопрос количественного содержания, например, микро и макроэлементов или витамин. Потому что такой способ мышления это как бы то, каким образом медицина и современная фармакология как бы навязывает нам необходимость подходить к препаратам. Потому что живем в таком мире, где занечисление, претворена живность, нечистая вода, пыл завешенный нишчат большинство наших натуральных регуляторов. Потому что сегодня окружающая среда, все вот эти загрязнения, которые находятся в питании, в окружающей среде, они очень сильно воздействуют на наш организм. И в этих условиях говорится о оптимальном соотношении компонентов. Но что это означает? Это означает, что каждый человек имеет один оптимум своего потребования. Один ребенок в окресе развития, другой ребенок в окресе развития, другой ребенок в большей отторности организма, а другой старший человек, который уже был хором или пережил много драматичных ситуаций. Но что это значит, вот эта необходимая общая картина? На самом деле каждый человек он очень индивидуальный, у каждого как бы своя природа здоровья, есть ребенок, есть человек более старший, у каждого свои как бы потребности, своя проблемная зона. И добрый суплемент, то есть такой, который в состоянии побудить каждый организм, его внутренним механизмом самонаправчим до регуляции. И хороший бат, хороший суплемент это такой, который в состоянии пробудить внутренний организм к тому, чтобы защитить и регенерировать самостоятельно. И подам два конкретных приклада. И приведу два простых примера. Например, витамин Д организм имеет состояние производить в достаточно количестве, но при солнечных, необходимом солнечных лучах. Витамины В1, В16. В каком случае? Витамин В1 до В12. Витамины В1 и В12. Организм в состоянии производить все необходимое количество для человека, в зависимости от его возрастной категории, при чистом кишечнике тонкой и толстом кишечнике. И поэтому появляется вопрос, если у человека правильно работает организм, то есть, например, чистый кишечник, который позволяет всадить, или просто вызвать организм к правильной регенерации, правильному функционированию. Витамин С нужно достать в больших количествах. И то сам организм наш окрестиил, что не имеет обуви при предавкании Витамин С. Вообще этого прогу Витамин С не окрещаем, потому что такие животные, как гризония или свиньи, mówiąc значительно, гризония, они могут себе самовы продуковать, но человек и свиньи не. В этом моменте мы установили, что Витамин С подаемы отрэбнее, как вартость-понадвартость. Позостаные витамины с поданы в так называемой подпроуговой вилости, тем более, что наши сулементы остались допосажены в чем-то так оригинальным, чего тот свет светом не использовал. Это называется эффект фиторемедиации, то есть это, что есть мудростью вместе с коренами растений, с симбиотичных бактерий, которые в замен за глюкозу продуктуют все на бежу, что человеку и растения в данном моменте нужно, чтобы ее утримать в жизни. Например, Витамин С это тот витамин, который не производится в организме. Есть, если я не ошибаюсь, гризоны, у которых Витамин С каким-то образом производится. Ну, не знаю, свиньи или человек не может производить Витамин С, поэтому как раз Витамин С мы производим в чистом виде для того, чтобы человек мог получить необходимую дозу качественного витамина С. А остальные витамины, вещи, которые мы производим, мы стараемся сделать в такой, как бы в необходимой дозе, чтобы человек мог получить необходимое количество компонентов. И прошу тоже учитывать тот элемент, что мы используем уникальную технологию, основу на фиторемедиация, которая позволяет нам правильно подобрать вот эти компоненты и усилить действие активных витамин. Ну, вот, я думаю, что это следно того, о что вы спросите. Вообще этого мы не подаем складу, мы говорим, что есть подпрокова количество. Повем еще о так называемом праве, которое допустит что-то в регистрации, либо суplement, либо лек. Отец право в Польше, или в США, что-то с выкладкой достаточно значимой, потому что США restрикционно окресятся параметры того, что можно зарегистрировать на их рынке. Отец, когда мы представили на рынке американских наш продукт, он достоал на высшую, mówiąc inaczej, пререстрирование, ранги, потому что наши параметры поданы через нас были у них в баданиях еще выше, чем мы подали. И это означает, что мы выполнили функцию, выполнили такую композицию, которая позволяет зарегистрировать наш продукт как суplement, а ведь чинник регулирования механизмов самонаправных в организме, а не леком, потому что лек подается тогда, когда есть попадность, и он часто является так называемым застепным, говорим о меньшем злом в отношении к хоробе. Но мы совершенно с другой стороны подходим к регулированию функций организмов, а ведь уполняем то, что делаем медицину, но иногда это скорее всего от леков, потому что нет убочных скотков. И по сути, вот это является той сутью вопроса, задача, наша задача, то есть мы немножко по-разному смотрим на подход к здоровью, то есть есть какие-то стереотипы, которые мыслят, а есть какие-то вещи, которые как раз эффективно работают и дают результат. То есть здесь мы говорим, с одной стороны, о кумулятивном эффекте действия продуктов, а с другой стороны, о регуляциях законодательных, поэтому продукты, активные вещества наших продуктов, они всегда находятся вот в этой зоне допустимых, потому что большее содержание каких-то активных веществ может уже переносить наш продукт в зону каких-то медикаментов. И если мы говорим, например, про американское законодательство, мы получили сертификацию самого высокого уровня на американском рынке, который очень тщательно проверяет и допускает к обращению биоактивные добавки. И главная вещь, которую нужно понять, это те эффекты, которые дают вот этот уникальный подход к производству продукции и находиться в правильной законодательной регуляции для того, чтобы не быть лекарством, а давать людям реальную пользу. Это все. Спасибо.